Данил в свой 21 год о жизни в тюрьме и о пунктах статьи кража знает не понаслышке. За колючей проволокой молодой человек провел 6 лет. Вот уже полтора года парень прилагает все усилия, чтобы вернуться к обычной жизни. Для начала нужна работа, уверен Данил. Я хочу, чтобы устроиться официально, чтобы трудовую книжку завести, чтобы стас пошел. Ну, как бы вот так. У меня есть профессия стойлер-блотник, третий разряд. Ну, как бы так вот хочу работать по профессии. Ну, умею с деревом там. Столы, стулья, рамы, двери. Ну, все могу делать. В принципе, на любых станках умею работать. Сами работодатели инициативу не проявляют. Правонарушители на работу берут редко, хотя делать это обязаны. Говорится об этом и в отдельном документе. Постановление главы города Сочи о квотировании рабочих мест для особых категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В число которых входит и граждане, освободившиеся из мест лишения свободы. На сегодня рабочие места по такой квоте предоставляют лишь шесть организаций. Предприятие наше новое. В общем-то, требования у нас серьезные. Но, тем не менее, у нас есть такая возможность. В общем-то, если человек соответствует нашим требованиям и занимаемой должностью, то есть возможность рассмотреть его трудоустройство. Люди, приходя в новый коллектив, они у нас проходят адаптацию. Разработаны специальные программы, разработаны так называемые брошюры новичка. И, в общем-то, в принципе, все рассказано, все показано, как сотруднику более комфортно и побыстрее адаптироваться на предприятие. По такой схеме должны работать все городские предприятия. С просьбой пересмотреть штатные расписания к работодателям обратилось руководство города. В прошлом году, по информации Центра занятости населения, в Сочи официально трудоустроилось всего 19 бывших осужденных и 78 обратившихся. Остальные остались безработными из-за отказа руководителей предприятий или служб безопасности. Желающих не так много на сегодня. Но у нас прошло недавно совещание, где собирались все ответственные органы, которые приняли решение, что с каждым индивидуально будет проводиться работа с такой категорией и вплоть до того, что будет как бы шефство, создание шефских таких мероприятий, чтобы все чувствовали ответственность уже перед обществом. В самом Центре занятости бывшим правонарушителям, как, в принципе, и всем остальным соискателям, предлагают пройти курсы переподготовки или профобучения. По бесплатной городской программе здесь можно получить новую специальность, востребованную на курорте. Самим же гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, рекомендуют быть активнее. Трудолюбие и профессионализм оценит каждый руководитель, независимо от прошлого своего сотрудника.